Крокус 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 К Kok Крокус marrow и Стоянки мало схалтурили, теряют выдержку, да и нервы подводят. То, что за терактом стоит Америка или Британия, а Украина использовалась лишь как некая база, где копятся антироссийские силы, стало ясно уже после поимки террористов, которые каких-то сотни километров не доехали до границы Украины. А там им обещали коридор до дальнего зарубежья. Кроме того, спустя короткое время после теракта Вашингтон, который в начале марта предупреждал своих граждан о терактах в России, предостерег мировую общественность от попыток обвинить во всем Украину. Чего они там так заботятся о Славянской республике, непонятно, находящейся за океаном Евразии в нескольких тысячах километрах от них. Да еще подсказали нам, что это ИГИЛ, не до конца понимая, что укусили себя за хвост. А хвост американцев длинный. Так почему таджики? Почему этнические мусульмане, да еще прибывшие в целях трудовой миграции в московский регион, семейные, имеющие детей? Надо сказать, что Таджикистан с конца 80-х годов стал объектом отработки радикальных технологий. В этой постсоветской Центрально-Азиатской республике, находящейся в опасной близости с Афганистаном, был организован филиал ваххабистской или салафитской, созданной на волне перестройки, Исламской партии Возрождения, которую возглавлял, кстати, дагестанец. После разгона и репрессий члены партии ушли в подполье, а в республике началась жесткая зачистка мусульманского поля, да так, что досталось и традиционному духовенству, его права на проповедь и прочую деятельность были сильно урезаны. Говорят, что мечети открывались только по пятницам, никакой просветительской и духовно-нравственной проповеди не велось. Молодежь, не имеющая ни идеологических, ни экономических основ, массово убывала в другие регионы, чаще в Россию, а седала в московском регионе, где выполняла работу, для которой не требуется образование или высокой квалификации. Массовый приток таджика в Россию начался с 2000-х годов, а с 2010-го приезжали уже семьями, так что к 2021 году их количество достигло около 3 миллионов. А в 2023 году их количество, по данным Института демографических исследований РАН, перевалило за 3 миллиона человек. Хотя цифры разнятся и, скорее всего, их в разы больше. Только в 2022 году в нашу страну прибыло более 3 миллионов таджиков. Все население Таджикистана – это 10 миллионов человек, то есть треть населения страны уже переехала в Россию. При этом в этой статистике не учитываются мигранты, получившие российское гражданство, а это 336 тысяч с 2020 года. И видно жительство – 128 тысяч человек. Цель приезда – трудовая миграция. Интегрироваться в российское общество большинство из них не спешили, держась особняком среди своих. Таким образом, маргинализировалось большое количество таджикского населения, оторванного от корней, в котором был потерян живой стержень культуры, духовности и этики. Если говорить о корнях, то у персидско-таджикской культуры – здоровые корни и плодовитое древо. Это ученые, поэты, философы, причем с мировым именем. Абубакр Мухаммад Ахаризми – географ, историк, один из крупнейших ученых Средневековья. Аль-Беруни – энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии. Ибн Сина – известный на Западе как Авицен, ученый, философ и врач, представитель восточного аристотилизма. Абумансур Аль-Матуриди – таджикский мыслитель, философ, ученый, богослов-ислам, основатель школы Аль-Матуридия. Имам Бухари – автор одного из канонических сборников суннитских преданий Аль-Джами Ас-Сахих. Имам Тирмизи – хадисовед и исламский правовед, автор ряда книг по различным аспектам мусульманского вероучения. Ахмад Фергани – таджикский астрономий-математик. В Западной Европе был известен под латинизированным именем Аль-Фраганус. И на Востоке как Хасиб, что означает математический. Таким образом, предки таджиков жили и развивались со Средневековья в среде повышенного интереса к поэзии, литературе, географии, наукам. Потом, правда, утекло много воды, и вот наступил этот ужасный, страшный и сумасшедший XX век. И когда правители не уделяют внимания своим гражданам в плане безопасности и экономики, происходит то, что происходит. Любой маргинал, невежественный, без связи с аксакалами, без знаний, своих культурных кодов, без нравственных наставлений, без веры и духовности, превращается в биологическое существо, которому можно втемяшить любую сумасбродную идею. Еще одна причина, почему это удалось сделать, это якобы популярность в таджикской среде филиала ИГИЛ, запрещенного в России организацией, Вилаяд Харасан, которая взяла на себя ответственность за взрыв российского посольства в Афганистане 5 сентября 2022 года. Тогда погибло 5 сотрудников дипмиссии. Дипмиссии. Будет это Вилаяд Харасан, будет это проукраинские или ведомые в темную невежественные, не как оказалось, алчные маргиналы, очевидно то, что заказчик все тот же, коллективный Запад, жаждущий ослабления России и не оставляющий попыток сотворить какую-нибудь гадость в нашей стране. Эксперты называют и ЦРУ, и МИИ-6. Но как бы то ни было, надо понимать уже, надо проснуться и осознать, что попытки взломать российскую стабильность будут продолжены через атаки, теракты, диверсии, в том числе и информационного характера, через телефоны, интернет, социальные сети, через сообщения о минировании, мошеннические действия. Надо отдать должное врагу. Он хорошо продумал то, что ввязав в эту большую игру мигрантов, он делает ставку, как ему кажется, беспроигрышную на межнациональную рознь. Но мы не позволим им куражиться, потирать руки и дальше. Надо остановить все попытки распространять таджикофобскую риторику в сетях и где бы то ни было. Другое дело миграционная политика. Ее надо взять под жесткий контроль и продолжать интегрировать в российское общество тех мигрантов, которые уважают наши правила. Остальных – go, get, за кордон. Здесь не наломать бы дров. Мигранты как бы представлены в экономике, в условиях, когда коренной житель не идет на тяжелую, низкооплачиваемую и с низкой квалификацией работу. Нам или самим надо взяться за метлу и баранку, либо мигранты. Но на новых условиях. Дагестан прошел через терроризм. Мы хорошо помним, как голову наших ребят вскружили эмиссары и вербовщики, создав здесь целую сеть мобильных и автономных диверсионно-террористических групп. В одном из горных районов было три такие группы. Они совершали теракты, диверсии и заказные убийства. Взяв бизнес в железные оковы, они подкидывали им флешки, угрозы расправ, если те не отожмутся вовремя. Рэкет под прикрытием религии. Ничем хорошим для них это не закончилось. Финита ля трагедия. Хотя те, кто заказывал всю эту историю, видели это комедии. А нам не до улыбок было. Поэтому берегите мир. Не переставайте размышлять. Будьте внимательны к своим детям. Ну и, конечно, оставайтесь людьми. Мои соболезнования всеми пострадавшим в этом теракте. Субтитры создавал DimaTorzok